Всем привет! И у нас сегодня обзор и отзыв о смартфоне Prestigio Wyze NK3. Вот у нас такая коробка, где написано Wyze NK3, сам смартфон. Давайте посмотрим, что же написано в технических характеристиках данного смартфона. Итак, Android 6.0, 2 сим-карты, 3G, дисплей на 5 дюймов, 4-х ядерный процессор, 1.2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной памяти, 0.3 Мп фронтальная камера, 5 Мп основная камера, Bluetooth, GPS, FM-радио, батареи на 2000 мАч. Далее поподробнее. Ну вот, в принципе, сам смартфон выглядит неплохо, то есть в черном исполнении. 5-дюймовый экран, его, в принципе, достаточно. Вот, снизу у нас 3 сенсорные кнопки, сверху динамик, фронтальная камера, сбоку, так же, как и везде, кнопки управления громкостью, кнопка выключения. Сзади у нас снизу находится динамик, сверху основная камера, вспышка, которую можно использовать, как фонарик. И красивая, блестящая надпись Prestigio. Сверху у нас слот, гнездо для наушников и для microUSB, он же зарядное устройство. По внешнему виду, за год эксплуатации данного смартфона уже появились проблемы с пластиком. Вот здесь он стал шершавеньким. Считаю, что это серьезный минус. Учитывая то, что смартфоном я пользуюсь больше года, это не срок. Здесь тоже видно, как он покоцан. Притом, проблемы с пластиком произошли не по моей вине, то есть я его не ронял, не топил, ничего с ним не делал. Все это произошло естественным образом. Считаю это большим минусом. Также из минусов данного планшета, извиняюсь, данного смартфона, в принципе, по размерам почти как планшет, 5 дюймов, еще бы 2 дюйма и был бы уже настоящий планшет. Сейчас сниму блокировку, пока вам посмотрите на коробочку. Коробка удобная, красивая. Что же у нас здесь есть интересного? Главный плюс данного смартфона заключается в том, что цена на данный смартфон еще год назад была 3,5-3,8 тысячи рублей. Поэтому, если вам нужен бюджетный смартфон, и вы особо не придираетесь к его техническим характеристикам, то смартфон престижи – неплохой вариант. Говоря о надежности, в принципе, смартфон надежный, ничего не глючит. Что же здесь мы можем использовать? Значит, игры. Скажу сразу, что здесь вы можете использовать только игры средней или маленькой мощности. То есть, асфальт Nitro еще пойдет, но асфальт 8 уже здесь не идет. Спокойно работает Viber, то есть, нормально, ничего не подключивают. Для серфинга в интернете данный смартфон подходит очень даже хорошо. Конечно, бывает, что подтормаживает, если открыть одновременно несколько вкладок. Но учитывая то, что данный смартфон стоит 3,5 тысячи рублей, то это неплохой результат. Вот, хорошие динамики, люблю слушать музыку. Также пользуюсь навигатором. Навигатор работает хорошо, только если есть мобильный интернет. Сам по себе, к сожалению, GPS не может определить координаты. Но, скорее всего, это потому, что я нахожусь не в центре города. Если находиться в центре, то бывало так, что GPS хорошо работает сам по себе, без мобильного интернета. Экран неплохой. В принципе, если не придираться, да, звук тоже неплохой. Качество связи хорошее. Две сим-карты, которые я уже вытащил. И в данный момент я этим телефоном не пользуюсь, так как купил себе новый смартфон. Уже с лучшими характеристиками. Стоит ли его брать? И кому его стоит брать, данный смартфон? Смартфон в целом неплохой. За такую цену его стоит брать пенсионерам, если вам нужен недорогой смартфон, и у вас проблемы с деньгами, за 3,5 тысячи вы получите две сим-карты, возможность выхода в интернет, возможность общения в Viber и других мессенджерах. Также можно данный смартфон использовать школьникам начальных классов, если вам что-то нужно посмотреть в интернете. Вы всегда можете без проблем посерфить. А так, если вы хотите поиграть, то многие игры здесь не пойдут. Остальным же людям в возрасте от 20 до 40 лет, если у вас есть лишние 3-4 тысячи рублей, я все-таки советовал бы добавить к 3,5 тысячи рублей данного смартфона еще столько же и тысяч за 7 купить уже более современный, более мощный смартфон и пользоваться им. Также, как я уже говорил, проблема с пластиком, он сам по себе слезает, это очень даже неприятно, это некрасиво. Все уже, на этом в принципе можно заканчивать. Ничего такого особенного здесь нету. Из датчиков есть акселерометр, гироскопа нет, есть также датчик приближения здесь спереди, но он, честно говоря, иногда подглючивает. Что вы хотите от смартфона за 3,5 тысячи рублей? Здесь уже высоких запросов быть не может. Ну, все, на этом все. Пишите в комментариях, стали бы вы брать данный смартфон за 3,5 тысячи рублей, если у вас нет денег, или все-таки подкопили бы и взяли бы смартфон с более мощными, лучшими характеристиками. Все, пишите в комментариях, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok